Тем временем независимые экологи предупреждают граждан о более тревожной ситуации. Они просят правительство Казахстана ограничить использование свинца в промышленности. Сейчас этот металл применяется даже в производстве игрушек. У детей в крови уже обнаружили повышенное содержание химического элемента. Чем это чревато, выяснял Илья Рыбин. Мало кто знает, что свинец действительно опасен для здоровья. Начиная с развития ребенка в утробе матери, повышенное содержание этого металла может стать причиной кретинизма и врожденных патологий. Поэтому общественники просят принять закон о контроле химической безопасности. Этими полномочиями раньше были наделены СЭС. Последние исследования, проведенные еще в 2014 году, показали, из тысячи детей Шимкента у 75% выявлено превышение количества свинца в крови. В Усть-Каменогорске 50%, в Балхаше 40%, чуть меньше в Тимиртау. Наличие свинца регистрируют и в атмосфере. Заделаем замеры атмосферного воздуха, воздухорабочей зоны, где также происходит обнаружение свинца. Это идет от автомобильных дорог, так как у нас используется этилированный бензин, содержащий свинец. Очень часто свинец используют в производстве краски. Металл дает яркие оттенки. Детские игрушки, пищевая упаковка, в том числе и консервные банки. Окрашены текстильные материалы, сантехника, косметика. А иногда его можно найти и в продуктах растительного происхождения. Государственные контролеры этого не отрицают, но уверяют, что там не превышена предельно допустимая норма. В Соединенных Штатах в 2004 году была принята норма. То есть 90 миллионов частиц содержания получается свинца в краске. Если мы смотрим на Республику Казахстан, то у нас был определенный... То есть даже, вернее, здесь нельзя будет отметить именно Республику Казахстан, нужно говорить постсоветское пространство. У нас была норма 6000 миллионов частиц. Получается, что предельно допустимая норма в Казахстане выше этой же нормы в США в 66,5 раз. Чтобы вывести свинец из организма, необходимо долгое лечение и прием антидотов, которые в Казахстане не производят. Поэтому общественники надеются, что решение по свинцу будет принято в ближайшее время. Они готовы выступить с предложением к правительству.